дорогие друзья наш прямой эфир продолжается меня зовут юлия капитонова и прямо сейчас у нас будет очень важный разговор с врачом-инфекционистом поговорим об отравлениях об отравлениях именно бактерии сальмонеллой ух уж эти бактерии сальмонеллы и вообще все вот бактерии которые вызывают пищевые токсика насколько я знаю так говорят токсикоинфекция очень очень не хочется стать жертвой сальмонеллоза и вокруг этого заболевания вокруг этой бактерии сальмонеллы уходит очень много мифов что она живет только в яйцах что если яйца помыть ей точно не заразишься что она в испорченных салатах но только майонезных в общем во всем будем разбираться потому что наше питание это наше здоровье и конечно же хочется наше здоровье сохранить замечательный доктор врач инфекционист андрей викторович матюхин ведет прием андрей викторович здравствуйте здравствуйте юля всех приветствую сальмонеллоз действительно очень серьезное заболевание в ряде случаев приводящих очень неприятным последствиям но я бы хотел начать с того что сказать такое негаопределение этого заболевания это острое инфекционное заболевание зооантропонозная которая вызывается бактериями рода сальмонелла и характеризуется сочетанием олихорадочно-интоксикационного синдрома и гастроэнтретическими проявления источником инфекции о нет извините пожалуйста прям вот можно еще чуть попроще попроще источником инфекции являются животные они также являются резервуарами им этого микроорганизма вот человек тоже заразен заразен он в острой фазе заболевания но и бактерии выделители тоже представляют определенную эпидемиологическую опасность а какие животные коровы корове молоко вот это вот история про это говорим да как правило живо если говорить о животных то в первую очередь это сельскохозяйственные животные это дикие животные и птицы тоже могут быть источником этого заболевания могу сказать что те животные которые имеют этого возбудителя чаще всего являются носителями его то есть те эти микробы не опасны для человека прошу прощения животного эти микробы не опасны до для животных но представляют угрозу для человека грубо говоря вот вам говорят здесь парное молоко прямо из под коровы отлично деревенский продукт супер здоровый я правда не очень до конца так и не понимаю почему он супер здоровый потому что я видела как дают корову и я бы не стала например пить это лично мое мнение супер здоровый и гарантия того что молоко без каких-либо бактерий то что корова себя хорошо чувствует но это не факт что она не болеет сальмонеллезом конечно она может быть носителем этого возбудителя и в молоко молочные продукты различные этот возбудитель может попадать и собственно вызывает заболевание молоке кстати сальмонелла сохраняется достаточно длительно сколько если печенье она же убивает да кипячение уничтожает этого возбудителя мгновенно если говорить о парном молоке то до месяца сохраняется вот интересный факт да стерилизованное молоко там гораздо больше до 300 дней это факт подождите стерилизованное которое мы покупаем в пакетах стерилизованном молоке если неправильное приготовление этого ну стерилизации до этого продукта то и при условии что сальмонелла туда попадает она может находиться вот такое длительное время потому что проверка какая-то идет на при конечно конечно это при нарушении технологии приготовления пастеризованное пастеризованное меньше опасность представляет в этом отношении а ультра пастеризованное ну то же самое покупаем ультра пастеризованное молоко либо кипятим нужно как вот ваша рекомендация молоко в пакетах нужно на всякий случай кипятить или ну и в принципе в классическом варианте конечно это делать нужно сами понимаете что это достаточно скажем не то что трудоемко да но пенку снять кастрюлю потом отмыть надо это же все а еще молоко убежало конечно да это потом плиту отмыть если производства изготовления стерилизация идет должным образом соответствующим всем эпидологическим критериям то конечно там никаких возбудителей не будет хочу сказать поговорить о особенностях этого возбудителя это очень важно потому что при дальнейшей нашей беседе я буду ссылаться на это это граммо отрицательная палочка закругленными концами которая имеет жгутики расположены перед рихиально то есть можно вопрос а что такое граммо отрицательная грамм положительная речь идет о окраске по грамм и существует специфическая окраска которая использует для идентификации возбудители граммо отрицательные грамм положительные бактерии это по сути дела класть одна из видов классификации до бактерий вообще речь об этом вот так вот за счет того что бактерии имеет жгутики перед рихиально расположены она может передвигаться это особенность возбудителя второй момент тоже очень важно имеет пили за счет них она скажем так прикрепляется к стенке слизист стенки желудочно-кишечного тракта все чтобы выжить да следующая особенность этого возбудителя то что при размножении в продуктах он не меняет ни вкусовых качеств его не внешних качеств продукта то есть продукт может быть заражен на вкус он обычный и внешне мы ничего не видим существует специфическая существует классификация она называется схема каупмана-уайта структура самой сальмонеллы она достаточно сложная выделяют три антигены я это все нужно будет позже я буду объяснять у антиген аш антиген и вентиген антиген это соматический и вот по соматическому антигену 47 серовариантов по аш антигену более двух с половиной тысяч серовариантов но не все сальмонеллы патогенные для человека во всем мире по сути до 9 95 процентов случаев сальмонеллеза обусловлены некоторыми видами сальмонелл это сальмонелл эти сальмонелл эти фимуриум сальмонелл лондон ну и другие сальмонеллы я сейчас не буду на этом а андрей викторович вы сказали что сальмонеллы есть вот значит эти липучки она может присосаться да и есть у нее ножки она передвигается куда она передвигается она может передвигаться в мозг вызвать я не знаю менингит может передвигаться в кровь вызвать сепсис или как что значит это тот передвижение для человека попал кому к пищевой кому к желудочно-кишечный тракт далее он продвигается естественно под действием защитных сил организма часть микроорганизмов бактерий гибнет другая часть за счет или прикрепляется к контрацитом это тонкая кишка да преодолевает этот барьер собственную оболочку и дальше вот уже дальше момент макрофаги которые схватывают это макрофаги это наши защитные клетки процесс фагоцитоза так пожирание он незавершенный поэтому часть сальмонелла остаются в этих иммунных клетках и в том случае если барьер кишечника они проходят то по определенным причинам попадает в кровоток развивается бактерии имея так называемые это генерализованные формы сальмонеллеза или генерализованный сальмонеллез он существует по классификации в двух видах по течению тифоподобные и септические варианты вот здесь вот отвечая на ваш вопрос стоком крови возбудитель может проникнуть в различные не то что он передвигается а именно стоком крови попадает в различные органы и системы это и головной мозг это и легкие этой почки это печень это поджелудочная железа это мягкие ткани флегмоны абсцессы вот таким образом ну безусловно преодолевая гистиогемоцитарный барьер и приводит каким состоянием это осложнение осложнение которое возникает на фоне этого заболевания осложнение ну менинги это развитие менинги это развитие пневмонии развитие острого аппендицита воспаление аппендикса развитие острого панкреатита воспаление поджелудочной железы это все может быть спровоцировано этим возбудителем это так называемые вторичные гнойно-септические очаги друзья генерализованные форме сальмонеллеза но как правило генерализованные формы сальмонеллеза они возникают у ослабленных лиц у лиц у которых имеется приморбидный фон то есть заболевание желудочно-кишечного тракта язвенная болезнь желудка например 12 перстной кишки да гастриты эрозивные вот это у пациентов которые имеют вич инфекцию у пациентов которые у людей которые систематически употребляют алкоголь обdos тех пациентов которые абсолютно здоровых людей андрей викторович абсолютно здоровых людей не существует но это очень важно да мы говорим как бы с пищевой точки зрения да как пищевые травление сальмонеллеза а если ль альманилла проникнет в кровоток она может вызвать и кневмонию и менингит и много-много других осложнений особенно в зоне риска как андрей викторович сказал люди у у которых есть заболевание желудочно-кишечного тракта или снижен иммунитет. Поэтому, друзья, вредные привычки. Ещё один повод отменить вредные привычки. Да, это, как правило, пожилой возраст. Пациенты за 60 лет, это дети до года. Ну и вот то, что вы всё назвали. Большая, большая группа населения. У нас звонок есть от Светланы. Да, слушаем. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Какой вопрос у вас? Скажите, пожалуйста, вот я недавно лечилась от аписторхов и сдавала анализы. Но в анализах у меня не могли, в Кали не могли понять, это аписторхи или нет. И в итоге меня направили в другую лабораторию. А там меня обнаружили яйца дикроцелия. И что это такое? К сожалению, была у двух инфекционистов. Они говорят, мы не знаем, что это такое, так как с этим не сталкивались. Хотелось бы уточнить, что это за паразиты, лечится ли он, как его лечить, куда обращаться. Спасибо, Светлана, за вопрос. Я вам отвечу так. Всеми этими вопросами занимается паразитолог. И диагноз ещё всё-таки нужно подтвердить. Вам следует обратиться к паразитологу. Если вы проживаете в Москве, то лучше всего, и самый правильный вариант, это не паразитология. Там вас всесторонне обследуют. Кроме этого ещё возьмут другие анализы, подтвердят, либо снимут диагноз. И уже потом, в зависимости от этого, определят тактику лечения. Потому что достаточно часто бывает так, что не совсем верно устанавливают диагноз. И существует специальное направление, именно паразитология, которое занимается конкретно этими вопросами. Поэтому лучше всего сделать так. Не заниматься самолечением. А у вас какие-то жалобы были? Почему вы стали сдавать анализы, Светлана? Нет, после лечения. Я вот лечилась от афистурхоп. А как вы ими заболели? Откуда они берутся? Ну, съела суши, к сожалению. Съели суши? Друзья, это же очень, это же очень... Ух ты! И у вас начались симптомы какие-то? Симптомы. У меня сильная аллергия была. Отёки были в виде шишек. До сих пор эта аллергия у меня не прошла. Я нахожусь под наблюдением у аллерголога в Центре иммунологии. Ну, вот я лечилась... Как мы вас почувствуем? Светлана, я вам всё-таки настоятельно рекомендую. Это самый правильный момент будет. Потому что назначение противопаразитарных препаратов это достаточно серьёзное мероприятие. И диагноз нужно всё-таки окончательно подтвердить. Поэтому инфекционист, то, что вы консультировались, это хорошо. Нужен именно паразитолог. А в каком городе вы живёте? Новосибирск. Город Новосибирск. Новосибирск. Там же очень много разных центров научных. У вас же целая такая долина учёных. Эта болезнь для этого региона, она, скажем, нередкая и встречается достаточно часто. Поэтому специалисты 100% этого направления есть. Не только апистархоз, но и других паразитарных заболеваний. Поэтому лучше сделать так. Спасибо большое, что вы поделились вашей историей. И, конечно, суши, роллы. Суши, роллы. А сальмонелли с них может быть? Да. И в сушах, и в роллах сальмонеллы. Может быть, в практике я неоднократно встречался с этим заболеванием после употребления в пищу суши. Ну и роллы тоже были... Это сырая рыба, потому что. Да, абсолютно. Можно, нужно горячие брать, тогда будет всё хорошо. Нет? Не факт? Нет, не факт. Совершенно не факт. Кто не рискует, тот не ест роллы. Смотрите, здесь очень-очень много особенностей. Я хотел просто рассказать, что есть такие очень интересные научные факты, экспериментально подтверждённые. Сальмонелла может проникать через неповреждённую скорлупу яйца при длительном хранении яиц. Да, и там у них срок годности есть 25 суток. 20, да. 20-25. Сальмонелла 24 дня, ну это вот, если говорить о эпидемиологической части, да, она может сохранять свою жизнедеятельность на поверхности скорлупы. И вот в случае, если она проникает, а такой факт установлен, то она размножается в желтке, и это яйцо является источником этого заболевания. Купили целое, всё хорошо на внешний вид, да, нормальное, не битое, а вот раз и заболели. И ещё очень интересный момент. Куры, которые подвержены заражению сальмонелл, у них возбудитель сохраняется в яичнике. При этом куры сами внешне не болеют, то есть не видно... Да, ну не обязательно, там же другие проявления у животных, я имею в виду клинические. Вот, хотя тоже, собственно, диарейный синдром, он как раз характерен. Вот, и сальмонелла из яичника проникает в яйцо до формирования скорлупы. То есть ещё один момент, который тоже является таким эпидемиологически очень важным моментом в... То есть когда вот я ненавижу полусырые яйца, я не могу, мне противно. И мне муж говорит, это очень вкусно, попробуй, это очень вкусно. И я говорю, нет. Даже, во-первых, сальмонеллеза я боюсь очень сильно, во-вторых, мне просто неприятно. Но я знаю, что многие любят. И многие думают, вот это яйцо, которое я купил, вот оно... Я помыл яйцо. Оказывается, риск сохраняется. Как минимум 5 минут нужно варить яйцо. 5 минут варим яйцо. Не меньше 5 минут. Вот 4 минут уже будет достаточно для сохранения какого-то количества возбудителя. Конечно, здесь имеет значение инфицирующая доза возбудителя. Установлено, что возбудителя в продукте должно быть не меньше 10 в 6, 10 в 9 степени возбудителя в литре. То есть вот такое количество вызовет заболевание. Но существует ситуация, о которой мы говорили ранее. Хронические заболевания, возраст, сопутствующие болезни. Где уже неважно, сколько попадет, он попадет, и это уже опасно. Какой из этих представителей, да, например, вот сальмонелла тифимуриум, сальмонелла энтеритидис, да, вот такие вот серовары, они достаточно жесткие и, в общем-то, приведут к развитию заболевания. Дорогие друзья, очень важный момент по поводу яиц. Да, мы все слышали там с детства, что яйца могут быть источником заражения сальмонеллеза. Сальмонеллеза, это вот так вот очень важно. Во-первых, дольше 20-25 дней, вот того срока, который указан на упаковке яиц, яйца сохранить нельзя. А если сальмонелла есть на скараупе, она за это время проникнет внутрь яйца, и оно уже будет заражено, даже если будете его мыть. И второй момент, не менее 5 минут, 4 минуты недостаточно для того, чтобы сальмонелла ушла во время варки. А я думаю, что это кишечная инфекция, а вы говорите в яичниках у курицы. Это кишечная инфекция, но она может попадать в различные органы и системы. Как мы с вами уже говорили, в зависимости от формы заболевания, да, есть, ну давайте я несколько слов скажу. Существуют различные классификации, и вот наиболее такая приемлемая классификация, которую мы используем, это гастроэнтестинальные формы, первая большая подгруппа, да, которая включает гастритический, гастроэнтеритический. Не-не-не-не, а что это значит? Как оно проявляется, да, разные проявления? Конечно, гастритический вариант сальмонелла в желудочно-кишечном тракте, клинические проявления достаточно легкие. Субфибрильная температура, однократная рвота, боли верхних отделов живота, и за 2-3 дня все проходит. Как обычное отравление? Да, да. Живот скрутило, поточнило 2 дня, это значит, сальмонелла попала в желудок, и форма такая, что она вызвала, ну какой-то сильный гастрит, грубо говоря, отравление. Защитные силы организма сработали, возбудитель был удален. Макрофаги все съели. Возбудитель был удален, элиминирован, и все, заболевание прекратилось. Гастроэнтеретическая форма – это уже желудок и тонкий кишечник. Здесь картина клиническая, она более выражена, скажем так, да, тошнота. Как правило, всегда заболевание, ну чаще всего, вот так скажем, предшествует интоксикационный синдром. Да, он выражается в высокой температуре, вот при гастроэнтерстинальной форме температура будет до 39, может быть и выше, тошнота, боли в верхних отделах живота, а потом они перемещаются ниже, да, мезогастральная область, то есть среднее отдело живота. И там на первые, в конце первых суток появляется диарея. Клиническая картина, вот гастроэнтерстинальная форма, она тоже не тяжелая. В ряде случаев достаточно обильное питье, да, применение сорбентов, ферментных препаратов, все это дело купируется, проходит. Гастроэнтероколитическая форма, она более тяжелая, там уже и толстый кишечник затрагивается, да, в испражнениях могут быть, может быть кровь, вот, могут возникать различные осложнения. Вот, это вот мы уже с вами о них говорили, да, но помимо этого при, скажем так, обильной потере жидкости с рвотой и жидким стулом может возникать дегетрационный шок, так называемый. Это из-за осложнений. Инфекционно-токсический шок может развиваться, может развиваться острая почечная недостаточность. Ну и, кроме всего, это патология сердечно-сосудистой системы, да, точнее, сердечно-сосудистые осложнения, может развиваться. Мезентериальный тромбоз, острое нарушение мозгового кровообращения и даже инфаркт миокарда. Какой ужас, какой ужас. А вот Андрей Викторович, смотри, какой вопрос интересный пишет нам. А сейчас же очень популярно, вообще еще со времен ковида, да, когда самоизоляция, все стали какой-то собственный бизнес открывать. И вот женщина проходит курсы по изготовлению зефира и столкнулась с тем, что альбуфикс, сухой яичный белок, он не везде встречается. И поэтому для зефира нужно использовать белок сырого яйца и взбивать его. Ну, скажите, пожалуйста, какой риск заболеть сальмонеллой от такого? Сама никогда не ем все, что связано с сырым яйцом. И очень боюсь, если кто-то из покупателей, если он закончит курсы, будет продавать этот зефир, может заболеть. Да и вообще, да, дело даже не в покупателях. Домашние, есть же очень много каких-то десертов, да, в которые изготавливаются из белка сырого яйца. Вот очень хороший вопрос. Сальмонелла может сохраняться, и в этом случае, конечно, риски всегда существуют. От них никуда не избежишь. Лучше не связываться. Ну, теоретически, да, лучше все-таки... Все мы помним вспышку, информацию про вспышку ботулизма, которая всех потрясла. То же дело было в некачественных ингредиентах. Возбудитель сальмонеллы устойчивый, устойчив во внешней среде. Но, например, вот в качестве примера, в питьевой воде он может сохраняться и в пресной воде до 4 месяцев. Откуда же он там берется? Ну, испражнения. Если говорить о... ну, речная вода имеется в виду, да. А питьевая вода – это нарушение ГОСТов, нарушение изготовления, скажем так. Глотнули водички, купаясь в речке. А там, если 4 месяца назад проплывала уточка больная сальмонеллой, то риск заразиться есть. Удивительно. Да, в морской воде до месяца. В морской воде? В морской воде, совершенно верно. Вот все плавают вместе, да, и кто-то вот случайно там, да, болел, допустим. Другой глотнул это все дело, попал в желудочно-кишечный тракт. Риск. Риск заражения. Отплывайте подальше. Отплывайте подальше. Плывите за быки. Да. Это вредный совет. А если говорить о домашней пыли, я просто немножко хочу сказать, что какие вот, насколько сальмонелла устойчива во внешней пыли. В домашней пыли до полутора года может сыграть. В домашней пыли? В домашней пыли. То есть человек заболел сальмонеллезом, его там где-то что-то, да, на ручке в туалете, еще что-то там дотронулся, и потом, я не знаю, маленький ребенок, который все в рот и все пробует. Это бытовой путь передачи. Основной путь все-таки, точнее сказать, механизм передачи, это фекально-оральный, да. Речь идет о том, что вот кто-то болеет, сходил, не помыл руки, вытер, осталось, да, и, в общем-то, попадает в желудочно-кишечный тракт. Бытовой путь передачи, о котором вы говорите, да, вот как раз игрушки, дверные ручки и все остальное. Также, если сальмонелла попадет на конъюнктив у глаза, тоже может развиваться заболевание, тоже, смотрите, вот тоже такой момент, он присутствует. Ну и воздушно-полевой путь передачи. Голуби на улице кормят все, да? Ну, не знаю, насчет всех, все боятся голубей. Ну, кто-то, кто-то. Помните, был у нас звонок про то, как голубь прилетал. Сейчас, кстати, действительно очень многие подкармливают голубей, голуби прилетают, и к моей подруге прилетают на окошечко. Они гадят. Болеют, являются носителем голубь, да, все вот это попадает во внешнюю среду. Ветер и все, или же там ребенок, допустим, играет, бегает, мячик, да, там, схватил, потер глаз или там вытер, или там мороженое ему купили. Дети-то всегда не кушают, пачкаются все время, да, и на руках, и все. Ну, взял в рот. Вот, пожалуйста, еще один путь передачи сальмонолиоза. Друзья, Андрей Викторович, у нас 20 секунд осталось до рекламы. Друзья, мы говорим о сальмонолиозе, который очень опасен не только пищевым отравлением, а опасен в целом для всего организма. Андрей Викторович Матюхин ведет прием, если у вас есть вопросы, а мы продолжим после рекламы 8 800 707 08 27.